День с толком Какие меры приняты, чтобы обеспечить край медицинским кислородом? Выбил чемпионство с первого раза. Артем Рослов – настоящий парень из камня. В правительстве края предложили изменить действующие СНИПы, чтобы обеспечить жильем детей-сирот. Этот вопрос обсудили сегодня. На получение квартир претендует больше 6 тысяч сирот. Почти полторы тысячи из них – по судебному решению. Однако в этом году новую квартиру получили только 336 выпускников детских домов. Чтобы очередь продвигалась быстрее, уверены власти, нужно скорректировать критерии жилплощади, которые могут отдать для сирот. Например, разрешить для покупки студии евродвушки. Такое предложение сделал министр строительства и ЖКХ Иван Гелев. В другой теме. В Алтайском крае продолжают бороться с нехваткой медицинского кислорода. До начала пандемии региональные медучреждения потребляли около 10 тонн кислорода в сутки. Сейчас его требуется в 5 раз больше. Единственное предприятие в крае, которое производит кислород с таким количеством, не справляется. Дополнительного производства в городе Яровое также оказалось недостаточно. Какие меры приняло правительство края и сколько кислорода сможет производить регион в ближайшее время, расскажет София Яценко. Одна партия за другой. Десятки баллонов с медицинским кислородом готовят на отправку в Алейск. Следующие поедут и в другие больницы края. До начала пандемии объемов производства хватало для всего региона. С началом коронавирусной инфекции нехватка местных ресурсов стала ощутимой. Кислород пришлось доставлять из Кузбасса и Казахстана. Наше предприятие выпускает сегодня около 5 тонн в сутки. Это позволяло всегда обеспечить необходимым продуктом весь наш город и практически край. После увеличения потребления медицинскими учреждениями ощущается острая нехватка кислорода. Поэтому нами было принято решение увеличить производственную мощность. Вводить дополнительные мощности стали после поручения Виктора Томенко по планам. К концу сентября в крае должны производить порядка 20 тонн кислорода в сутки. В перспективе 30. К слову, в регионе до недавнего времени медицинский кислород производили только здесь. На сегодняшний день завод приобрел оборудование, которое уже активно монтируют на двух производственных площадках – в Барнауле и Славгороде. В краевой столице будут выпускать 10 тонн кислорода. На втором объекте – 5. Основное технологическое оборудование на сегодняшний день смонтировано. Идет обвязкое оборудование. Электроснабжение данного цеха выполнено. И в сентябре месяце планируется смонтировать уже связь с шкафов управления, с оборудованием и приступить к узконаладочным работам. Кроме того, в одном из региональных медучреждений появится кислородный концентратор на его приобретение. И установку из федерального бюджета уже выделили почти 33 миллиона рублей. Такое оборудование позволит вырабатывать для больницы порядка 1-2 тонн кислорода в сутки. Все эти меры пока позволят обеспечить кислородом половину медучреждений Края. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле началась вакцинация от гриппа. На этой неделе Край получил первую партию лекарства. Но пока большой волны желающих поставить и эту прививку нет. Многие просто не понимают, как сейчас совмещать препарат от гриппа и от коронавируса. Ответ на этот и другие вопросы знает Анастасия Наборщикова. Эпидпорог ОРВИ превышен. Заболевших более 13 тысяч человек. Сегодня подобную статистику Минздрав не спешит называть критичной. В Алтайский край привезли квадри-ультрикс – вакцину от гриппа. В планах привить 60% населения. Сегодня у нас все дети подлежат в обязательном порядке иммунизации. Вакцина, как сказала Елена Васильевна, она не только для взрослого населения. Мы ждем квадри-ультрикс-вакцину для детей в том числе. Она у нас идет для детей с 6 месяцев. Когда она придет, пока не ясно. Также ждут вакцину 60+. Но здесь важнее другое. Прививка от гриппа не должна пересекаться с вакцинацией от коронавируса. Если сегодня вы привились от ОРВИ, должен пройти месяц, чтобы организм успел выработать иммунитет. Чем раньше вы созреете к прививке, вот прям выходя отсюда, идем в поликлинику. Если нет противопоказаний, прививаться надо сейчас. Кстати, о дне города. Медики его не боятся. Говорят, если вакцинация шла добросовестно, лечить новых пациентов будет легче. Как таковых массовых мероприятий не будет. Соответственно, исключили салют, исключили массовые концертные площадки. И если будем придерживаться обычных наших профилактических мер. Вакцинация от гриппа завершится 1 декабря. К этому времени в Алтайском крае должно быть привито более 1 миллиона человек. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 600 врачей каждый год выходят из стен медицинского вуза региона. При том, что о нехватке медиков в крае знает каждый, кто сталкивался с необходимостью получить помощь. Еще пару лет назад речь шла о 40% специалистов, недостающих медицинским учреждениям. Где трудятся те самые молодые врачи, когда покидают пределы Альмаматор, и можно ли решить кадровую проблему? Ответы на вопросы сейчас актуальны и как никогда, искали наши корреспонденты. Хотелось бы на 100%, но укомплектованы на 80%, говорит главврач Калманской ЦРБ. ФАПы в нескольких деревнях вообще без врачей. Молодые специалисты, а таких здесь треть, если и приезжают, то часто как земские дектора или целевики. Сейчас вообще все вузы работают именно как раз нацеленные на госзадания, на ситуацию, которая требует выпускников. И мы как раз относимся к медицинской образованию и отличается тем, что у нас около 70% целевой формы обучения. В этом году ждем, к нам должен прийти один целевик, именно в врачебную амбулаторию, поселок Алтай. Уже договоренность есть, мы ее ждем, она приходила. И практику у нас постоянно отрабатывала молодой доктор. О том, что спустя пять лет после отработки почти все целевики уезжают, главврач говорит уже без энтузиазма. Молодой анестезиолог спустя всего три года думает о перспективах. Хотелось бы расти дальше, увидеть более высокую, скажем так, технологичную медицину, более где доступно. Другие методы какие-то диагностики, анестезия и так далее. Здесь используются другие абсолютно технологии, те, о которых я обучаюсь в Барнауле, даже и не слышал, которые я никогда не видел. Естественно, я был с ними не знаком, попадая в свою сферу, в стоматологию. Поэтому приходится обучаться, скажем так, уже в ускоренном ритме. Уезжают за новым, современным, за обучением и практикой. И не секрет, за заработком. Из деревень едут в Барнаул, из Барнаула в Питер, в Москву, иногда в соседние регионы. Многие остались бы, но при определенных условиях. Достойная зарплата, достойное жилье, возможность учиться детям. Недавно министр здравоохранения региона Дмитрий Попов вновь поднял тему дефицита кадров и заявил, условия создают, ну или пытаются это делать. С 2019 года медицинским работникам Алтайского края предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату аренды жилья. В настоящее время вышеназванную выплату получают 103 медицинских работника. В крае предоставляются меры социальной поддержки медицинским работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в форме оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году воспользовались данной мерой социальной поддержки около 9 тысяч человек. А люди все равно уезжают, причем не только врачи, но и педагоги за лучшей жизнью. Этот факт многие называют катастрофой и предлагают пути решения на федеральном уровне. Государство должно четко контролировать. Да, мы говорим о достойной заработной плате учителя и врача. И она должна быть действительно достойной заработной платой, но не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге. Она должна быть и в городе Барнауле, и на селе, и в Панкрушихе, и в любом другом районе Алтайского края. Она должна быть достойной по всей стране. Ну а пока молодые врачи отрабатывают свой срок в деревнях и райцентрах и со всех ног. Стремятся убежать туда, где нет необходимости выполнять не только свою работу, но и еще пятерых недостающих коллег. Где есть возможность за свой труд достойно получить и жить, а не существовать. Остаются единицы со своей особой личной историей. Как говорят, где родился, там пригодился. Вот это как раз та ситуация. Татьяна Голубева, Нарышагирова, Александр Антропов. День с толком. 38 тысяч барнаульских школьников обеспечены бесплатным горячим питанием. На это выделено почти 370 миллионов рублей. Наша съемочная группа совместно с чиновниками, специалистами Роспотребнадзора, общественниками оценила полезные кулинарные изыски. Подробности у Валентины Аскеровой. Младшие классы спешат в столовую. Творожную запеканку с клубничным соусом уплетают с удовольствием. Горячее питание уже второй год подряд начальные классы получают бесплатно. Порядка 38 тысяч детей в сегодняшний день у нас получают горячее питание. Перебоя с финансированием не будет. То есть 370 миллионов определено на финансовый год. Под гастрономическую опеку барнаульских школьников взял комбинат школьного питания «Глопус». За ним 84 школы. Сбалансированное меню разрабатывают сразу на 12 дней. Ни одно блюдо не повторяется. Меню составляем для питания и старших школьников, и младших школьников. Даем красную рыбу-горбушу, даем творог обязательно, даем яйцо, даем курицу в различном виде. И натуральную, как корочка, запеченные или отварные. Филе куриное идет у нас деткам. У нас идут овощи, крупенные изделия. Пища отварная, запеченная, тушеная. О пользе такого питания специалисты комбината рассказывают детям на специальных факультативах. О недовольных родителей приглашают попробовать еду. Перепробовала практически все. Это вкусно. Это действительно полезно. Возможно, это не фастфуд, не картошка фри, но этого в школе и не нужно. Качество контролирует и общественность, и Роспотребнадзор, и совет женщин при главе города Барнаула. В ходе проверок грубых нарушений они не обнаружили. Депутаты тоже оценили качество питания в 31-й школе. Сегодня горячие комплексные обеды получают в школе более 700 учащихся. Из них 500 детей, которые учатся в начальной школе. Считаю, такие выездные совещания очень важны. И мы в дальнейшем будем продолжать такую контрольную работу в других школах города Барнаула. Кстати, в этом году на сайте барнаульских школ каждый может ознакомиться с меню. Особенно полезна эта опция для переживающих родителей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. С каждым годом в крае увеличивается грузооборот внутренним водным транспортом. Так, сейчас по рекам Края перевозят почти 900 тысяч тонн грузов. Это почти в половину больше, чем 6 лет назад. Это стало возможным благодаря масштабным дноуглубительным работам. Анастасия Болотина продолжит. Похоже на большую печатную машинку. Но это лишь малая часть большого механизма, которым управляет Анатолий Юрьев. Третий год он работает в земснаряде. Это судно для углубления реки. Ну, копается, конечно, двигатель, насос. Руководят, скажем, люди. И двигателем, и за всем следят люди. Изыскатели съемку делают. Потом они нам в компьютер это все заносят. И мы по компьютеру выставляем, смотрят. И потом начинаем работать. В 2015 году краевые власти и региональные предприятия речной отрасли подписали специальное соглашение. Когда ОП, БИА или Катунь заиливается, или уровень воды в них падает, тут же приступают к углублению дна. Все это для речных грузоперевозок, число которых растет с каждым годом. Например, по сравнению с 2014 годом, в прошлом году водным транспортом перевезли почти в два раза больше грузов. Данное место перспективно в плане перевалки инертных материалов с водного транспорта на автомобильный транспорт. Щебень, песок, уголь, ну, меньшее есть участие. История речного транспорта в Алтайском крае началась давно. Но в советские времена число грузоперевозок стало сокращаться в десятки раз. Эти проблемы разрешают до сих пор. Не хватает средств на поддержание глубин. Соответственно, флот не может работать. Соответственно, грузы уходят на другой вид транспорта. Например, под Барнаулом дно слишком мелкое для проходящих грузовых судов. Хотя именно этот вид транспорта, объясняют эксперты, предпочтителен и с точки зрения экологии и экономики. Если грузовик может увезти от 20 до 50 тонн, то баржа по реке увезет больше тысячи тонн за раз. Наша страна на втором месте по протяженности доходных сетей в мире. Не развивать, ну, это было бы неразумно в данном опыте. Потому что составляет хорошую конкуренцию для дорожного транспорта. Я уже не говорю про автомобильный транспорт. Держание реки намного дешевле, чем держание автомобильных дорог. Мы, ну, хватит, скажем, экономить. Поэтому и встает вопрос глубины. По словам Минтранса, в рамках соглашения в крае уже углубили больше миллиона кубометров рек. Продлится ли контракт, пока не уточняется. Анастасия Болодина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле практически решили проблему с нехваткой учителей. Об этом сообщили в Комитете по образованию города. Неделю назад в сети появилась информация о том, что барнаульские школы войдут в новый учебный год с дефицитом преподавателей. Не хватало 30 специалистов. Сейчас же эта цифра сократилась. Не хватает всего шести кадров. В течение лета мы закрыли 271 вакансию. Естественно, у нас несколько причин. Действительно, последние несколько лет у нас ощущается нехватка кадров. Это связано с несколькими причинами. Первое – это серьезное увеличение числа учащихся. За последние пять лет у нас увеличилось число учащихся на 13200 человек. В этом году мы ожидаем увеличения практически на 3000. Еще одна причина – введение второго обязательного иностранного языка. Кроме этого, в барнаульских школах чаще всего нуждаются в преподавателях русского языка, литературы и математики. Решить проблему пытаются даже привлечением будущих педагогов. Мы уже работаем с выпускниками наших школ, готовим их для поступления. У нас учатся дети по целевым договорам. Сейчас обучаются 202 студента. В этом году у нас уже 29 наших молодых целевиков придут в школы. И 127 молодых педагогов в этом году придут в школы. Эксперимент начался. Уже в этом году на пятидневное обучение перешли 13 школ региона. Правда, желающих поучаствовать в таком эксперименте в Алтайском крае очень много. Но большинство отказывают. Почему одним можно, а другим нет, разбирался Дмитрий Дроздов. 13 школ края с 1 сентября попали под эксперимент. Уже в этом году они учатся по пятидневке. Это стало возможным после некоторой корректировки образовательных стандартов. У нас полностью на пятидневную неделю переходят 137 и 118 школы. В 49, 106 и 117 школе у нас переход будет в некоторых классах. Чтобы школа перешла на пятидневную неделю обучения, директору учреждения нужно получить одобрение родителей и самих учеников, учителей и профсоюза школы. Но еще один важный определяющий фактор – образовательная программа, которую можно подстраивать по себе. Так, например, в 137 школе обучается по программе школы России. Она позволяет варьировать учебные дни и часы. Второй иностранный язык, в данном случае у нас это был немецкий, он становится для обучения по желанию родителей. Поэтому родители у нас отказались от данного учебного предмета, в связи с чем мы официально смогли пройти в пять учебных дней. Родители более чем рады такому пятидневному режиму обучения своих детей. Освобождение субботы, я считаю, что для детей это очень положительный такой момент, то, что у детей будет больше времени на какие-то кружки, хобби, на отдых, на занятия спортом, например, просто на прогулки и нахождение на свежем воздухе. Под эксперимент попали как городские, так и сельские школы. Например, в Налобихе к этому отнеслись с гордостью. Но не у всех школ такой праздник. К нам обратились родители некоторых школ Барнаула, которые бы тоже хотели перевести своих детей на пятидневку. Но, говорят, в образовательных учреждениях им отказывают и советуют не поднимать эту тему. От комментариев мамы и папы отказались. Тем не менее, через год пятидневка должна перестать быть экспериментом. С 2022 года шестидневки обещают перевести все школы края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Настоящий кремень. Парень из камня на обе, Артем Рослов, не так давно вернулся на родину с титулом чемпиона Европы по боксу. Это было первое выступление молодого спортсмена за границей и сразу такое удачное. Хук справа, хук слева и коронный удар снизу левой рукой. Артем Рослов знал, что делать на европейском ринге. Хотя и выступлений такого масштаба у него еще не было. Первенство Европы. Парень из камня на обе и десятки соперников. Но победу выбил у соперника из Украины. Чемпион Европы Артем Рослов – боксер по любви. Отец и старший брат тоже занимались этим видом спорта. Так что в семь лет мальчик уже понимал, на кого хочет равняться. До таких профессиональных успехов Артем дорос самостоятельно. Родители выбор парня уважают. Хотя и переживают. Каждый выход на ринг посмотрю со слезами. Но это выбор Артема, ему это нравится. Поэтому мне приходится только поддерживать его и радоваться за все его достижения. Радость, гордость. Но это не передать словами. Эмоции просто переполняют. И рада. Так чемпионов и растят. У тренера Игоря Шагова это уже третий по счету победитель Европы. Говорит, туда доходят только самые упорные. Чтобы отобраться на первенство России, нам нужно сначала пройти вот эти этапы подготовки. Первенство края, первенство Сибирско-федерального. И потом уже они выступают на первенство России. Поэтому это не все так просто. Отобраться. Тренировки проходят каждый день и даже выходные дни. В обычной жизни Артем к боксу не прибегает. Уверен, так можно нанести человеку серьезные травмы. Говорит, вопреки стереотипам, бокс это не только про физическую силу, но и про стойкость, силу воли и характер. Свой характер парень закаляет и тренировками, и вызовами самому себе. Я хочу стать мастером спорта по боксу. Я хочу пока спортсменом быть, потом уже как пойдет. В сентябре Артем вновь выйдет на ринг в Новосибирске. Вновь начнет дорогу к чемпионству. Возможно, Европы, а может быть и мира. Большая победа лишь раздодорила боксера. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.